Обман дольщиков – известная проблема для Крыма. Особенно это касается приобретения жилья на Южном берегу. Люди покупают квартиры еще на этапе строительства, надеясь занять квадратные метры после ввода здания в эксплуатацию. Однако остаются у разбитого корыта из-за обмана застройщика. Правительство республики намерено включиться в решение этого вопроса и встать на сторону дольщиков. Сегодня стоит задача, мы приняли решение, что будет на этой неделе создана комиссия, для того, чтобы мы полностью до конца года в этом году все вопросы, связанные с проблемными объектами, разрешили. Мы в течение буквально двух недель подготовим две стопки. То есть это первое, те объекты, которые можно без проблем вообще вести в эксплуатацию. Второе, это будут проблемные вопросы, но по которым логика подсказывает, что можно узаконить, ну поискать варианты, принять какие-то нормативные акты и так далее. Но неважно, найти варианты, помочь людям, то есть как бы оформить свое жилье. Будет предусмотрена и третья группа объектов, которые, к сожалению, не удастся ввести в эксплуатацию из-за нарушения сразу нескольких законов и строительных норм. К классификации этих объектов и решением проблем займется специальная комиссия. При этом, даже в самой сложной ситуации Сергей Аксенов обещает не оставлять дольщиков без помощи. К решению вопросов подключится прокуратура и соответствующие органы правительства. Сейчас перед властями стоит задача не только решить сложившуюся проблему, но и не допустить появления подобных историй в будущем. Надеемся, что больше у нас не возникнет таких вопросов в дальнейшем. Но сейчас вот ситуацию на примере Ялты разберем детально по каждому дому и думаю, что найдем вариант решения буквально в течение ближайших недель по большинству объектов. Ялта действительно является одним из наиболее проблемных регионов Крыма в плане обманутых дольщиков. Ранее мы уже рассказывали о сразу нескольких владельцах квартир в многоэтажном доме в поселке Горный. Строение так и не вошло в эксплуатацию. Кроме того, у участка появился новый хозяин, которого не устраивало наличие постоянных жильцов на его территории. Именно с такими сложными случаями и намерены разобраться в крымском правительстве.